Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами обсуждать замечательную тему трейдинга. Я уже достаточно давно корректирую брови именно нитями и хотела бы сегодня с вами поделиться этой уникальной техникой. Сегодня я продемонстрирую работу нитками. Нити бывают разные. Бывают профессиональные нити, бывают непрофессиональные нити. И чаще всего непрофессиональные нити намного качественнее выполняют свою работу, чем продукт, который предназначен именно для этого. С чем это связано, трудно сказать, но работает это как-то так. Я буду использовать обычные шелковые нитки в работе и покажу, как это можно сделать уже на заросших бровях. Обрабатываем обязательно ручки антисептиком себе и модели, потому что в процессе работы клиент должен растягивать руками брови для более качественной коррекции. Чтобы не осталось ни единого волосочка, модели придется нам помочь. Поэтому мы обрабатываем ручки. Поскольку наша модель сегодня без макияжа полностью, у нее на лице только нарощенные ресницы и заросшие брови. Я всегда говорю, что показатель женской красоты это такая естественность, когда у нас ухоженные волосы, когда у нас красивые нарощенные либо заламинированные реснички и ухоженные аккуратные брови. Сегодня я продемонстрирую работу не только, мы будем говорить только про нитки, это будет только тридинг и макияж бровей. То есть этот вид коррекции подойдет, допустим, аллергикам, тем, у кого аллергии на какие-либо красители. Аллергии бывает достаточно много, то есть они могут быть и на краску, и на хну, и на разные жидкости. Поэтому сегодня мы будем работать только декоративной косметикой и делать максимально безвредную коррекцию этот ридинг. Я уже начала с того, что модель у нас сегодня без макияжа. Я обрабатываю нашу модель хлорогексидином, это обязательно перед коррекцией бровей. В случае, если на девушке есть макияж, мы сначала смываем макияж, только зону вокруг бровей. То есть если у нее макияж, допустим, глаз, мы его не трогаем, растушевки мы не стираем. Обрабатываем только бровки и переносицу. Тридинг считается наиболее таким качественным способом коррекции, потому что при тридинге нитки захватывают даже пушковой волос. То есть, во-первых, можно достаточно четко выстроить линии, нитками захватив, и выстроить за счет этого форму бровей, как сверху, так и снизу. И работать в дальнейшем, даже то же самое окрашивание, делать намного проще. Вы сверху выстраиваете форму бровей и нитями, а снизу можно, допустим, подчеркнуть пастой и уже вывести форму любым красителем, который вы используете в работе. Дальше обрабатываю сухим ватным диском. И, в принципе, можно уже приступать к работе. Так, что я делаю? Я отрываю 50 сантиметров примерно ниток и связываю хвостики между собой. По длине нитка может быть очень разная. То есть, она может быть как короткой, так и длинной. Все в зависимости от размера женских рук. То есть, если ручки поменьше, то, само собой, и коррекция у нас делается более короткой нитью. Все проверяется на ощупь. Завязываем узелочек. И берем нитку в руки. Важно, узелок нужно оставить заметным. То есть, не нужно его срезать, нужно его подсобрать и убрать под левую руку. Чтобы для вас это было удобно. Держим его в левой ручке. Таким образом, держа нитку на руках, мы правой рукой накручиваем нить на себя, чтобы сделать несколько узлов. За счет этого центрального узла у вас будет происходить коррекция. За счет чего происходит сама коррекция? За счет того, что узел с одной стороны передвигается в другую сторону. То есть, большей частью нитки, большим вот этим срезом, мы прикладываем к нашей модели, к клиенту, к зоне, которую вы хотите откорректировать. И коррекция происходит только внутри самого треугольника. То есть, вы прикладываете, одну ручку закрываете, вторую ручку открываете. И таким образом, все волосы, которые попали в этот треугольник, они все удаляются. Давайте я вам продемонстрирую работу. Коррекция не безболезненный процесс. Нужно понимать, что это то же самое, что эпиляция, это удаление волос. И модели могут чихать, плакать, просить о помощи, но нужно нормально на это реагировать. Ничего страшного в этом нет. Поддерживать их всячески, не жалеть, потому что процедура не очень приятная. И лучше, наоборот, побыстрее закончить и отпустить ее домой, нежели мучить и долго с ней сюськаться. Так, по поводу коррекции сверху. Мы начнем коррекцию именно с верхней зоны. Я делю брови всегда на две части. Это верхняя часть, все, что над бровками и все, что под бровями. Также переносится. Все, что над бровями, когда вы корректируете брови нитями, именно по верхней линии, все, что над бровями, я сейчас показываю, вы рассчитываете, так скажем, на нижнюю нить. То есть у вас нижняя нить выстраивает вашу форму. Посмотрите, вот куда она прилегает. Вот именно в этой части, в треугольнике происходит коррекция. То есть, если в одну из сторон вы случайно завалите, то у вас ваш срез пойдет вниз, и вы можете убрать пол брови. Не то, чтобы это прям так легко, да, взяли, убрали пол брови, неправильно поставили нитки. Нет, нужно приложить к этому усилию, должна быть такая наработка, скажем так, да, по поводу сверху, да, коррекции. Я прикладываю две нитки плотно, и в тот момент, когда я открываю правую руку, все волоски, которые в треугольнике, они убираются. Карин, терпимо? Да. Так, разворачиваем чуть-чуть вбок. Таким же образом можно выстраивать, допустим, форму бровей. То есть вы прикладываете ниточку сверху. Да, вы прикладываете, прикладываете, не стесняйтесь. Мы как раз под наблюдать за процессом и понять, почему именно таким способом вы принимаете решение делать красоту. Скажите, что сейчас происходит? У нас происходит коррекция бровей нитями. Мы делаем коррекцию таким нестандартным способом. Вообще он уже пришел к нам достаточно давно, этот способ. Сейчас используют воск, используют пинцет. Мы корректируем брови нитями. Это безаллергичный, неаллергенный способ. Вот, то есть он не вызывает никаких аллергий. И коррекция бровей, она наиболее чистая получается и дольше всего держится. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько сейчас индустрия бровистов развивается и что нового уже есть в трендах 2021 года? Трудный вопрос. Я всегда придерживаюсь тому, что на самом деле модно то, что натурально. Модно то, что подходит, то, что дала природа. Это нужно просто сделать более, как сказать, ну более ухоженный внешний вид женский должен быть. Должно быть все аккуратно и подходить к лицу. То есть то, что соответствует, в принципе, область. Супер. Скажите, пожалуйста, вот данные мероприятия для вас – это повседневность или это все-таки какой-то момент, который необходим? Ну не то, что повседневность, да, но я бываю на таких мероприятиях. Я рада, что мы сегодня здесь. Чем они помогают вообще профессионалу, специалисту? Наверное, отстраниться от какой-то своей суеты, своей привычной работы. Выйти в люди, пообщаться и поделиться знаниями. Это приятно. Супер, спасибо огромное. Не буду мешать вам делиться знаниями. Так, приступаем к коррекции дальше. Я прикладываю нитки и большим пальчиком, посмотрите, обратите внимание на то, что как я открываю руку. Это тоже очень важно, постановка руки. Это, конечно, можно сделать, проще это сделать на обучении, да, но если сейчас быть внимательными, то вы увидите, что четыре пальца, они отвечают за верхнюю нитку, а один палец, он отвечает за нижнюю, потому что он у нас самый сильный, он оттягивает нижнюю ниточку вниз. И таким образом у нас вот этот узелок, он передвигается с одной стороны в другую. Корейш, терпение тебе. По росту я захожу в волос и против роста я удаляю. Обязательно при коррекции прикладывайте холодный ватный диск с хлорогексидином, либо пальчиком прорабатываем кожу, потому что достаточно болезненно. И наверняка вы тоже встречались с тем, что когда корректируют вам, кто-то брови всегда хочется почесать, раздражает, бесит. Вот, то есть приложить такой, как антистресс эффект, скажем так, создается. Захожу по росту, прижимаю нижнюю нить и против роста собираю. Так, Корейш, давай за ушки уберем, разворачивайся. Височную часть тоже самое. Захожу по росту, против роста собираю. Нитки периодически могут рваться, это нормально, это не из-за брака ниток, это из-за того, что нитки перетираются между собой и лопаются. Бывает такое, что нитки могут рваться по пять раз на одном клиенте. Ну и все всегда отшучиваются, что наверняка это мои брови такие заросшие, поэтому нити лопаются. Коррекция бровей нитями может занимать до пяти минут. То есть, если это все без разговоров, да, если просто пройти с ниточками, то за пять минут можно откорректировать даже самые-самые заросшие бровки. Одна бровь сверху у нас уже готова, намного быстрее, чем пинцетом и не остается ни пуха, ни лишних волосков. В принципе, все, что попадает вот в этот треугольник, оно все удаляется и не нужно присматриваться. То есть, вы как поставили, понимаете, что уже все, что там находилось, оно уже все ушло. С противоположной стороны происходит все то же самое. То есть, с нитями вы работаете всегда от уха к центральной части. Прикладываю и против роста собираю. Все то же самое. Также выстраиваем коррекцию за счет нижней нитки. Нижняя нить выстраивает нашу линию. Узелков должно быть пять. Ни больше, ни меньше, чтобы ниткам было удобно двигаться, передвигаться, чтобы они не уходили никуда в другие стороны. Есть профессиональные нитки. Профессиональные нитки, они более плотные. Но минус для мастера в том, что они не убирают пух. То есть, по сути, они выполняют работу так же по качеству, как и воск, допустим, либо пинцет. Так, теперь мы приступаем к переносице. Переносицу мы корректируем всегда сверху вниз. То есть, мы обращаем внимание на рост волоса, как он растет. И в противоположную сторону мы уже корректируем. Отгоняю узел наверх. Ставлю пальчики, прижимаю треугольник к самой коже. Важно, треугольник мы не ставим на ресницы. Потому что, когда вы спустите узелок вниз, узелок может задеть ресницы. Поэтому поставили нить, прижали и убрали от ресниц. Не в таком положении, а в таком. Вот здесь. Остались волоски тоже собираю. То есть, все погружаю в треугольничек маленький. Так, дальше коррекция будет проходить снизу. Для коррекции снизу. Я в работе почти не использую пинцет. И вас тоже к этому призываю. То есть, можно работать, не стерилизуя приборы, просто потому, что вы их не используете. Такой лайфхак для мастера. Я не стерилизую приборы, потому что я их не использую. Работаю только нитями. Что можно сделать? Можно простричь нижнюю линию. То есть, простричь волоски. При коррекции нитями снизу необходимо, чтобы модель, либо клиент растянула брови. Когда человек растягивает брови, деформируется сама форма. То есть, начинается вот это вот натяжение. Да, Карин, покажи, как мы корректируем брови, как мы растягиваем брови. Вернее, так, стоп. Одну ручку выше. Сначала, важный момент. Сначала клиент должен оттянуть бровь вверх. Потом века мы оттягиваем вниз. Для чего это нужно? Для того, чтобы бровь сначала поднялась на орбитальную косточку, села на плотную поверхность и кожа была прижата, чтобы я могла двигаться и прорабатывать все нитями. Клиенту нужно сказать, чтобы она не давила сильно на глаз. То есть, мы только натягиваем кожу, мы не давим, не выдавливаем глаза, не пытаемся нанести себе вред. Мы просто слегка растягиваем участок, саму зону коррекции. Также корпус она держит вперед и подбородочек поднимает наверх. В таком положении, смотрите, когда у меня не прострижены брови, можно показать вблизи саму бровку, когда бровь не прострижена, непонятно, куда же двигаться, как корректировать брови нитями, куда и как поставить сами нитки. В случае, когда я простригаю бровь до коррекции, по нижней линии отпускай, у меня останутся пеньки, которые потом я с легкостью в любом натяжении, хоть лежа, хоть сидя, хоть кверх ногами, смогу собрать нитями. Не лезьте в форму сразу. Тоже такой совет. Начинайте корректировать, убирать просто брови в объеме, то есть делать их более аккуратными, более натуральными. Можно оставить максимально широко, показать результат клиенту, и посмотреть, как он отреагирует. Комфортно ему, некомфортно. Чаще всего, если это очень сильно заросшие брови, лучше оставлять брови также максимально широкими, но аккуратными. Начинаем простригать брови. Что я делаю? Во-первых, обязательно предупредить клиента, что вы не будете стричь все брови, потому что сейчас такая пошла, я даже не знаю, как это назвать, в общем, боязнь стричь брови. Все говорят, что очень сильно это меняет структуру волоса, что только не меняет, приносит максимальный вред. Многие клиенты в это верят, поэтому заранее лучше предупредить, что вы не будете стричь всю форму, вы простригаете только точечно волоски, которые вы планируете удалить. Это внушает доверие клиента. Здесь можно обратить внимание, что головка бровей срастает немножечко вниз. Брови должны начинаться параллельно друг к другу, поэтому я простригаю все лишние волоски, потом буду их удалять нитью. Закрываю глазки. Чуть-чуть приподнимаю бровь вверх, то есть не нужно ее натягивать, менять форму. Вы слегка всю форму подняли вверх и видите, что вам нужно здесь сделать, что вам нужно удалить. Не стригите очень коротко, тоже эти волоски, вам нужно будет нитками их зацепить. Прижать нити тоже нужно будет плотно. Смотрите, я двигалась здесь ровно, и вообще коррекция должна быть настолько чистая, чтобы у вас появилась белая линия именно под бровью. То есть когда появилась белая линия под бровью, уже можно увидеть, что достаточно чисто и красиво откорректировано. После того, как я все здесь уберу, будет четкая линия. Дальше. Бровь достаточно длинная, я собираюсь убрать дальние волоски, поэтому их я тоже отстригаю. Состригаю кончик. Таким образом собрала в основании немножечко и в хвостике немножечко. И дальше состригаю все лишние волоски, которые максимально далеко находятся от формы. То есть не лезу в форму, просто стараюсь состричь лишние волосинки, которые вот находятся по бокам. Уже прорисовалась бровь. То есть уже вот эти вот все заросшие заросли, они уже стали менее заметными. Так. Отрываю еще кусочек ниток, связываю их между собой. И приступаю к коррекции снизу. Что важно в коррекции снизу? В коррекции снизу вашу форму выстраивает уже верхняя нить. То есть когда вы работали над бровью, вплотную оказывалась нижняя нитка. Когда вы работаете под бровью, вплотную оказывается верхняя нить. По ней идет коррекция. Коррич, растягивай брови. Натянули вверх, веко вниз. Да, когда у клиента длинные ногти. Стой, подожди. Ставим самостоятельно пальчик клиенту, потому что никто не прочувствует за вас, как вам удобнее работать. Голову приподнимаем выше. Да, еще можно чуть повыше. И начинаю с нижней части. То есть все, что попадает в треугольничек, все я собираю. Я уже вижу и знаю, что точно я не промахнусь, что точно все, что я погружу в треугольник, оно будет лишним. Собираю все, что точно мне кажется лишним. То есть не лезу никуда, если у меня есть сомнения. У меня, к примеру, есть сомнения вот здесь. Она отпустит руки, я увижу лишние волоски, простригую их заново и после этого уже соберу все оставшиеся нитями. Наверх и вниз. Так, прочесала еще раз бровку и простригаю выше, поднимая голову. Растягиваю еще раз брови. Отпускаем. Все таким образом мы быстренько откорректировали бровь. Почесываем вверх и обрабатываем хлорогексидином. Почесываем вверх и обрабатываем хлорогексидином. Всегда стоите с той стороны, с которой вы планируете работать. То есть если вы работаете с правой бровью, то вы стоите с правой стороны. Если вы планируете работать с левой стороны, то встаете, само собой, с левой. Так, разворачивайся. А можно будет чуть-чуть, да, подвинуть свет вбок? Так, подхожу с другой стороны, разворачивайся ко мне. Прочесываю бровь вверх и состригаю все лишние волоски. Ох ты, здесь уже почти хирургические вмешательства, да? Которые вот прям на глаза. Полина, скажите, пожалуйста. В прямом смысле на глаза. Да, в прямом смысле на глаза. Стайлинг, архитектура бровей. Насколько она актуальна, популярна? И как часто она используется в салонах? Ну, достаточно часто именно архитектура бровей. Архитектура бровей от коррекции, на мой взгляд, отличается тем, что это как раз вот наша работа, да? Мы из заросших густых бровей создаем красивые изящные формы, которые подчеркивают взгляд. Ну, вы можете сказать, что это необходимость прям вот всеми каждому или с этим как бы… Это необходимость. Девушка должна быть ухоженной и привлекательной. Конечно, это необходимость. Супер. Ну, мой такой самый популярный вопрос. Человек, который хочет заняться данным видом деятельности, что он должен в первую очередь сделать для себя? Для себя? Ну, да. Вот как он должен понять, что брови – это его? Вот по каким ощущениям? Попробовать. Все нужно пробовать понемножку, когда ты ищешь себя. Нужно пробовать смотреть, что тебе ближе. И, там, не знаю, смотреть видеоуроки какие-то в интернете. Также просматривать это же самое мероприятие. Учиться у топовых мастеров, специалистов. И пробовать самостоятельно в домашних условиях на себе, на близких. Вы как опытный человек. Скажите, пожалуйста, какие ошибки чаще всего допускают мастера? Мастера, именно вот то, что я сейчас показываю, коррекция нитями, делают это без любви, я бы так сказала. Все нужно делать в удовольствие. Нужно вообще любить людей и быть к ним внимательными. То же самое касается коррекции бровей. Нужно быть внимательным вообще в своей работе, к мелкой работе именно. Полин, Полина, а можно мне вопросик, я задам вам. Нет, я все-таки как бы задам вам вопрос по поводу того, что вот личный бренд, который вы как бы выбрали как тему одного из своего мастер-класса, который вы сегодня говорите. И у вас здесь написано, открыло 150 квадратных метров бьюти-пространства с двумя уникальными концепциями. Что первично, личный бренд или уникальность и подача? Ну то есть упаковка салона или упаковка себя, на ваш взгляд? Я думаю, на этот вопрос ответит продюсер Ксения. Она более подробно и более емко, да, сможет ответить на все ваши вопросы касательно этой темы. Слушайте, ну это просто такая, знаешь, приоткрыла Полина дверь, потому что она как раз входит в ту команду, которая сегодня презентует все 5 часов. Спасибо огромное. Спасибо большое. Не будем отвлекать. Да, вот, замечательно. Так, продолжаем наш мастер-класс. У нас продолжается коррекция бровей снизу. Обязательно в работе, когда вы корректируете брови нитями, когда вы корректируете пинцетом, обязательно вы подчесываете бровь вверх, чтобы видеть направление роста волоса. Таким образом у нас уже формируется, да, сама вот эта вот формочка брови, в которую уже вы будете, ну вы там, да, не вы, вкладываясь в краситель любой, хнули, либо краску, либо тот же самый макияж. Я простригаю бровь снизу. Все волосочки простригаю. И дальше убираю все нитями. Таким же образом растягиваю. Еще важно, почему мы растягиваем брови именно так. У Карины, у моей модели, одна рука оттягивает бровь вверх, вторая оттягивает веко вниз. Потому что клиент не должен мешать работать мастеру, да, он должен достаточно удобно сидеть, чтобы мастер мог быстро и качественно произвести работу и быстро отпустить клиента домой. Параллельной рукой от меня клиент оттягивает бровь вверх. Оттягиваю одной ручкой бровь вверх. Оттянула бровь вверх, то есть ее рука мне не мешается. И второй ручкой она оттягивает веко вниз. Локоть она прижимает к груди, да, так же, чтобы мне не мешать. И все, что под бровью, я собираю нитками. Прочесала вверх. Так, отрываю новую нить, она у меня тут запуталась. Отпускаем. Даем обязательно передохнуть клиенту, потому что процедура достаточно болезненная. Еще раз растягиваю бровку, да, наверх и веко вниз. Таким образом мы убрали ширину и начали выстраивать форму. Развернись чуть-чуть на меня, я посмотрю на тебя. И еще раз соберу линию сверху, чтобы наша коррекция была более четкой. Короче, открой глазки. Обращайте внимание на то, когда клиент открывает глаза, как у него себя ведут брови, то есть меняют ли они форму, двигаются ли они, это все важно, потому что может быть мимическое ощущение, симметрия, и на закрытых глазах у нее одно положение бровей. Как только клиент открывает глаза, положение бровей меняется. И само собой симметрия должна быть на открытых глазах, да, а не на закрытых. Это важный момент, проверяйте. У Карины достаточно подвижная именно левая бровь, она у нас актриса, она всегда играет лицом, поэтому бровь одна постоянно подпрыгивает. И мимически это такое положение с детства. Открывай глазки еще раз. Так, тебе жарко, да? Нет. Нитку отторгает? Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok так дальше берем пинцет и дорабатываем пинцетом некоторые волоски до который достаточно трудно поддеть нитками почему может быть трудно потому что нитки во первых если вы используете шелковые нитки они очень сильно скользят перетираются между собой и могут не захватывать волоски также если клиент потеет да если жарко тоже может быть такая реакция поэтому точечно не обязательно да все полностью снимать нитками можно где-то местами доработать пинцетом я когда корректирую брови сверху обязательно счет собой бровь вниз когда корректирую бровь снизу до почесываю волоски вверх а при коррекции основания брови большим пальчиком оттягиваю бровку влево мизинчиком оттягиваю бровь вправо таким образом получается что натягиваю себе зону коррекции под бровью и вижу что мне нужно удалить то есть корректирую четко форму разворачивать вот у нас получилось широкая красивая аккуратная бровка коррекция проглотки прорабатываю сравниваю на брови между собой то есть брови делю на линии верхней и нижней верхней сравниваю между собой нижней также сравниваю между собой выстраиваю в одну единую такую полосочку скажем так если брови находится в горизонтальном положении и не находится в подъеме также хвосты нужно собирать не только с нижней части но и с верхней как определить в какую сторону смотрит хвост да как понять вообще какие брови по форме когда хвост смотрит именно на уж на ухо бровь по форме становится более изогнуты если хвост уходит на височную часть брови у нас выглядят более прямыми да и форма у нас более прямая я собираю немножечко по бокам в хвостах еще раз сравниваю свои брови и сейчас не свои а клиентские и уже сейчас будем завершать нашу работу а 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 красота так теперь еще раз обрабатываем хлорегексидином нашу клиентку а сегодня в макияже бровей я буду использовать пудру для бровей она есть во всех почти брендах сейчас достаточно удобный продукт почему он делает макияж более легким и невесомым то есть карандаш он более плотный тени тоже плотные пудра похоже чем-то на тени но дробленные и внутри самих самой пудры находится водостойкая жидкость которая мешается с этой самой пудры и макияж становится более стойким а сначала буду зачёсывать прочесывать брови воском после чего только буду заполнять пустоты и делать именно макияж бровей почему сначала укладка почему именно сначала фиксация а потому что если вы будете сначала делать макияж и после этого фиксировать именно воском воск при прочесывании брови очень хорошо портит макияж скажем тогда мы прокрашиваем не сам волос когда делаем макияж мы прокрашиваем кожу и вот именно в эти моменты да когда мы зачесываем щеткой воском брови вверх все что у нас оставалось на коже от макияжа оно все начинает расплываться так я слегка смачиваю щеточку чтобы сделать воск более более пластичным начесала воск на щетку должна быть вот такая щеточка у нас вся заполненная воском и прочесываю бровь нашего клиента против роста для того чтобы воск окутал волоски и волосы ну лег более красиво да хорошо у нас ложился то есть я прочесала против роста сам воск забился в волос под волос и на волос дальше уже когда воск немножечко схватился я почесываю волоски немножко вверх также в зависимости от количества воды брови могут уложенные воском выглядеть абсолютно по-разному то есть я почесываю брови вверх и хвостик дальше укладываю в бок посмотрите как изменилась бровь по форме да то есть здесь у нас волоски где-то частично растут вниз где-то в бок здесь у нас все волоски стали приподнятыми зафиксировались и ушли в бок за счет тридинга можно увеличить свой доход за счет чего оборот процедуры у бровиста примерно час ну то есть хорошие мастера которые могут работать качественно хорошо когда они справляются за полчаса с тридингом только коррекция может занимать пять минут вот это очень выгодно потому что в день можно успеть принять я считала если вы работаете 12 часовой рабочий день до 20 клиентов и само собой 20 клиентов в день допустим по 2 по 1000 рублей это 20 тысяч рублей в день если вы работаете на себя я периодически жду когда воск немножечко подсохнет на бровях и еще раз почесываю волоски укладывая их в бок дальше дальше я набираю пудру для бровей на кисточку и прорисовываю кубик контур где-то точечно прорисовываю обязательно по росту и не касаясь основания не касаясь основания чтобы бровь выгодила более натурально смотрите я даже сейчас продемонстрирую я когда растягиваю эти же самые волоски воском все что я нанесла весь макияж дал начинает немножечко подплывать именно поэтому мы сначала работаем воском и потом уже укладываем брови прокрашиваем вернее макияжем так дальше приступаю ко второй бровке опять начесываю воск на меня посмотри красота прочесываю бровь против роста после чего подчесываю всю бровь вверх чем хорош воск он делает более такой натуральный эффект и брови даже могут быть разные по ширине то есть когда вы укладываете волос вверх бровь становится шире когда вы укладываете в бок становится более уже что еще дает воск воск дает волосу блеск вот и нужно понимать что когда волос блестит он становится более темным поэтому примеру такой вид укладки он не очень подходит блондинкам тем кто именно переживает за светлость бровей до чтобы не перетянить их чтобы они были цвет цвет волосам и вторую бровку укладываем опять пудрой и и и и и и и воск можно применять и в домашних условиях и работать с воском тоже достаточно удобно для себя можно приобрести воск чтобы укладывать самостоятельно себе брови единственное воск не очень хорошо использовать жару потому что он начинает подтекать когда кожа жарко появляется влага воск на мыльной основе он начинает мы лица и может даже запенится если вы пойдете купаться прям на бровях так него не увидела я один волосок сейчас мы тебе еще снизу откорректируем немножечко в процессе работы даже после даже после макияжа можно точно точно доработать коррекцию просто проработать хлоргексидином именно снизу и подцепить пинцетом все что вы не заметили допустим при работе разворачивайся я изначально занималась макияжем и ушла в брови потому что просто ну мне приносит больше удовольствия то есть ты поняла что это твое и как бы тебе это интересно правильно да и меня это немножко пугало в начале какая-то нездоровая тяга к бровям вот но потом я поняла что есть такое направление и можно в этом углубиться и достичь определенных результатов тоже в любой профессии то есть если тебе нравятся брови можно заниматься бровями и тоже достичь успеха это здорово круто скажи пожалуйста продвижение вот своей деятельности это в одних руках или нужно подключать команду вот как ты считаешь ну вместе мы сильнее конечно команда решает команда это сила да команда решает конечно супер спасибо огромное не буду отвлекать так дорабатываю еще мелкий волос прохожусь параллельно хлорогексидином в участках которые не заметила приподнимаем брови и видим как много волосков у нас остается при той же кстати процедуре ламинирования бровей нужно обращать внимание на то когда вы подняли уже бровь у нас бровь поменяла свою форму так чуть-чуть разворачиваем последний волосок здесь и мы заканчиваем и повторно фиксируем воском и наша модель готова а даже при вот такой вот небрежной укладки можно очертить брови допустим консилером и придать им так и придать им четкости при небрежной при небрежности придать четкости такое тоже может можно сделать набираю консилер небольшое количество важно в работе с бровками консилера набирать совсем немножко на кисточку чтобы только подчеркнуть нижнюю линию сейчас а а и и и растушевываем остатки консилера чтобы это было совсем незаметно разворачивать и то же самое с другой стороны то есть если мы не делаем окрашивание мы можем сымитировать окрашивание за счет того что придадим искусственно четкости набираю на кисточку совсем немножко консилера снимаю излишки и стушевую вниз и все наша работа готова всем благодарю за внимание всем удачи и успехов ко по и по